МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствуем всех, кто любит кошек или хотел бы их полюбить. Я Андрей Абрамов, а вы смотрите программу «Удивительный мир кошек». Многие люди считают, что они чем-то похожи на представителей семейства кошачьих. И, возможно, именно в этом причина всемирного успеха легендарного мюзикла «Кэтс» – кошки, который наконец-то был поставлен и в Москве. В разных странах кошки идут на разных языках – русском, английском, немецком, испанском. И в то же время на одном – это универсальный кошачий язык любви тепла и ласки, который понятен всем любителям кошек. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что спектакль ждет? Хорошего настроения. У нас вчера была свадьба, сегодня решили отметить здесь именно. Вы пришли в правильное место. Спасибо. Мы тоже так думаем. Кошек любите? Очень, обожаем. Не боитесь после мюзикла превратиться в кошку? Нет, не боюсь. Не боюсь. Один раз в год в полнолуние все кошки собираются. И поднимается вопрос, какая кошка заслужила в эту ночь оставить планету и начать следующую свою жизнь. И каждый характер представляет свой номер. И в эту как раз ночь возвращается в семью кошка, которая была когда-то у них звездой. Их покинула, прошла огонь и воду и медные трубы. Ее не принимают, потому что она бросила их когда-то. И в конце концов семья осознает, что как раз таки она, которая прошла все трудности, достойна того, чтобы уйти и начать жить заново, испытывать новый опыт. А как вы выбираете образ для каждой конкретной девушки? Ну, по-разному. В зависимости цвет глаз, цвет одежды. С гримом будете немножко больше на кошку похожи? Ну, когда это внутри, это будет и снаружи видно. С таким гримом вы себя кошкой чувствуете? Конечно. Ну, я думаю, еще пару крыш каких-нибудь, кого-нибудь поцарапать и для полного образа. Зарвавшись с сахар, от нее получал, кулаком по ушам, а главное подать им один-то вала. Но если ты, глядя, не выплатишь полна, она помогала развеять печаль. Лили пела для нас. Это на сегодняшний день самый сложный в мире спектакль, поскольку он требует недюжного умения, южных талантов одновременно как в танцевальной области, так и в вокальной и драматической. То есть нагрузка на актеров очень велика. И именно поэтому отбор актеров шел вместо запланированных двух около пяти месяцев. В жизни вы так же близки, как и на сцене? Да, мы точно так же воруем у всех всякую мелочевку и точно так же проказничаем. А ваш окрас вам нравится? Да, конечно, очень. Яркий, самый яркий на сцене. А вот вопрос ко всем вам. Это кайф вообще в мюзикле «Кэт» сыграть? Это кайф. Очень кайф. Это кайф, действительно. Большое удовольствие. Мы просто буквально перевоплотились, наверное, уже за эти полгода в кошек. И вот эти какие-то повадки и поведение кошек постоянно присутствуют даже в жизни. Мы сами того не замечая, постоянно себя ловим на том, что как-то где-то что-то куда-то. На звук. Просто как кошка. На кошачью мяту не тянет? Нет. Все кошки очень разные, как и люди. И именно эти различия делают мир кошачьих столь привлекательным и многогранным. Все это очень хорошо видно на персонажах мюзиклах, каждый из которых по-своему очень мил. Тебе хочется хорошо танцевать, красиво? Да. А у кошки можно научиться? Да. У меня дома есть одна кошка, беленькая вся такая, зовут Муха. Муха. Да. Более. 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 Муха. Вы наблюдали за живыми кошками в процессе работы с актёрами? Вы знаете, да, я даже как бы изменилась, какой-то наблюдательный процесс, он пошёл как-то по-другому, у меня нет кошки, у меня собака, но всё равно я понимаю сейчас, насколько действительно глубоко всё это выражается в мюзикле. Вот, естественно, я была, я наблюдала, у тебя было очень мало времени, потому как постановка шла довольно шесть недель, большой объём материала за короткий срок, вот, и сильно я нашла очень много интересного, того, что именно касается движения, потому что кошка, она интуитивно двигается так, то есть ей никто не ставит ни ноги, ни руки, не ставит какую-то хореографию, но настолько природно она, как говорится, ведёт себя так и органично двигается, то, что я требую от наших актёров. Ну а что вот вам лично помогает пластику кошки поддерживать? Ну, естественно, когда мы репетировали, я наблюдал за своей кошкой, которой мне дома живёт, чёрная кошка, вот, у неё очень много интересных подробностей подчеркнулось, её характер, поведение, пластики. А вы без грима на улице похожи на кота чем-то? Здесь я совершенно другой, чем на улице. Мне многие, вот, не узнали, даже выходишь с служебного входа, как мимо пропускать, просто не знаю, там, не спрашиваю. Это вообще кайф, участвовать в этом мюзикле? Он же культовый, всё-таки. Да, это действительно кайф, но он там достаточно своеобразный такой, с лёгким налётом маза. Потому что, действительно, это очень-очень тяжело физически и психически очень тяжело. Спасибо. Ну, а может быть, вы нам споёте пару фраз? Есть кошка-тётушка у нас, мисс Дженни, в точку звать её, тигровый у неё крас. И очень тонкое чертьё сидит спокойно целый день. А там, тот путь, там где-нибудь, сидит, 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 сидит. И в этом тёдушке на суть, в этом тёдушке на суть. Судьбы кошек могут складываться по-разному. В жизни бывает всякое. Но семейство кошачьих Феледа всегда готово протянуть лапку помощи своим представителям. Таким, как главная героиня мюзикла – кошка по имени Гризабелла. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ